Какой-то баран у тебя там написал. Подожди, я сейчас кусаться буду с собакой. Фонарин Звездобол, он гражданин России, поэтому платит налог 13% здесь. Блин, ну ладно, буду спокойно объяснять, без оскорблений. Я плачу налоги в Америке, потому что живу больше полгода в Америке. Аслина. Привет. В дни изоляции хоккеисты дают много интервью, и мы узнаем интересные вещи. Ну ладно, Фонарин, он в жизни такой. А Евгений Малкин вчера заявил, что он интеллигент. Интересно, с какого раза у него получилось правильно произнести это слово. И почему он до сих пор не узнал его значение. Довольно быстро завершились переговоры между Эдмонтоном и Антоном Слепышевым. Хоккеист подписал двухлетнее соглашение с ЦЕСКО. Канадцы вели себя честно. Их нисколько не убедила статистика нападающего в России. Они, видимо, разобрались, почему хоккеист столько забивал. Видимо, действительно следили за турниром и оценили, что он выступает в сильной команде, у которой не было конкурентов. Поняли, что эти цифры не нужно воспринимать всерьез. И сделали вполне нормальное предложение. Говорят, что изначально они давали Антону 1 миллион за сезон. Затем подняли предложение еще на 1 миллион, но на этом и остановились. То есть парень хороший, спору нет. Но мы же помним, как он играл в НХЛ. С Макдэвидом набирал очки? Любой бы с ним набирал очки. Да и вообще с первым звеном у клуба проблем нет. А нет гарантии, что Антон усилил бы вторую тройку. Хоккеист, выслушав аргументы, подписал на 2 года контракт с ЦСКА. В нынешнем чемпионате он будет лидером клуба. И мы, а также Эдмонтон, оценим, насколько Слепышев действительно вырос. Одно дело набирать 45 очков в команде, которую в августе называли чемпионом. И другое дело цифры в клубе, откуда уехали все ведущие хоккеисты. Через 2 года Слепышев сам будет выбирать, куда ехать. И Оллерс будет лишь одним из вариантов. Геннадий Величкин больше никто для российского хоккея. Вчера его вывели из совета директоров КХЛ. Теперь и в КХЛ его позицию занял Сергей Лысков. Геннадий Тимченко остался на посту председателя. И это не удивляет. Больше вопросов к тому, почему вновь переизбран Александр Медведев. Второй год подряд он проходит туда с должностью генеральный директор футбольного клуба «Зенит». И странно, что этого хватает для того, чтобы находиться в хоккейной организации. Я почему удивляюсь. Чернышенко тоже был президентом лиги, но сейчас ушел на должность вице-премьера правительства и покинул орган. Вместо него Алексей Морозов. И это логично. А Медведев-то почему будет голосовать за те или иные хоккейные решения? Игоря Шуневича из Белоруссии заменил Дмитрий Басков. То есть все, что писали о председателе наблюдательного совета «Динамо», оказалось правдой. Уже второй раз член совета директоров КХЛ от Минска оказывается под следствием. Вместо представителя Министерства спорта Алексея Морозова, не путайте это другой, в совет директоров попал Виталий Прохоров со смешной должностью вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали. У бывшего тренера тоже удивительная работа. Вообще он занимается тем, чтобы наши ребята не уезжали за океан и за год свой участок работы завалил. Продолжается шумное формирование Металлурга. Вчера выяснилось, что Андрей Алктеонов больше не будет играть в этой команде. А Алексею Береглазову посоветовали снять корону в старом значении этого слова. И последнее из 40 в ВХЛ уволили всех тренеров, помогавших Леониду Тамбиеву, а также генерального менеджера. Теперь это будет абсолютно новая команда. Ждем назначений. До свидания. Я так понимаю, что там на уровне от 40 до 60 процентов. Ну не, у нас поменьше, я думаю, будет. Если от 40 до 60, я тогда вообще зачем этим занимаюсь? Зачем ты сюда? Тогда я, пожалуй, пропущу следующий год. Продолжение следует...